Господа, прошлый месяц был весьма интересным. Вы можете видеть, это моя дорога. Раньше здесь было 30 красивых деревьев, их больше нет. Они тут росли, наверное, 50-60 лет. Это была красивая улица. Мы с женой купили этот дом, потому что нам нравился вид этой улицы. И мы предполагали, что наступят такие дни. За этот месяц мне позвонили примерно 60% моих спонсоров и сказали, «Антонио, мы пока хотим приостановить работу. Мы не понимаем, что происходит с экономикой». И вот 30 тысяч долларов просто испарились. Мы проверили свой гугл-аккаунт, оказалось, мы потеряли примерно 50% органического трафика. Также показатели вовлеченности упали. Это тоже по нам ударило. Этот месяц… Это был первый месяц, когда РМРС оказался убыточным за всю свою историю. И это сумасшествие, потому что мы работали 7 дней в неделю, 70 часов в неделю. Каждый день мы ломали голову над тем, как улучшить ситуацию, как монетизировать это и это. У нас появилось членство в клубе тут на Ютубе. Когда мы запускали его, я был восхищен, потому что в первый час у нас появилось примерно 50 членов клуба. А за первый день набралось порядком сотни человек. Прошло уже две недели, и мы не набрали даже и половины тех показателей. И тут ты думаешь, что в личной жизни то точно все должно быть в порядке. Но из-за всех этих работ с дорогой они выяснили, что моя система водоснабжения связана вместе с нашими соседями. Потому что эти дома были построены, наверное, 100 лет назад. И знаете что? А в 1989 году они выпустили закон, по которому запрещали совместные коммуникации. Поэтому мне теперь нужно провести свою личную канализацию. А это еще четыре тысячи долларов. Мне тут надо построить целый отстойник, это еще четыре тысячи долларов. И меня все это, конечно, напрягает, из-за чего я даже пару раз ссорился со своей женой. И все из-за каких-то мелочей, как, например, вот эти куры. Моя дочка попросила купить курочек, и мы согласились. И как вы думаете, кто должен был все это делать? Построить курятник? Мне пришлось потратить пару сотен долларов на этот курятник, еще пару дней, чтобы его собрать. Поэтому это, наверное, будут самые дорогие яйца в моей жизни. И пока я этим всем занимался, я поцарапал свои любимые очки, но это не все. Сегодня меня подвел интернет прямо в середине важной встречи с парнем, с которым мы сотрудничаем. Прямо в середине встречи все отключилось. Я выяснил, что дело в модеме. Я вскочил в тачку. Я знал, где я мог взять запасной модем, но моя машина не хотела заводиться. И сверху всего этого я только что получил счет на 1500 долларов от скорой помощи. Потому что моя дочка врезалась в дерево и поцарапала глаз. Знаете, я не играю с такими вещами, поэтому мы отвезли ее в скорую. Мы провели там несколько часов, мотались по врачам. И да, в конце концов, мы получили хороший такой счет от американской системы здравоохранения. Зачем я вообще вам все это рассказываю? Господа, я хочу вам показать, что вы не одни. Я хочу быть открытым с вами и показать, что последние 30 дней это были точно не цветущие розы для меня. Да, вообще последние 60 дней были трудными. И я предполагаю, что впереди еще больше испытаний. Поэтому могу сказать, что я очень благодарен за то, что у меня есть. Потому что я понимаю, что если взять все проблемы и разделить поровну между всеми, то я был бы просто счастлив взять только свои проблемы и уйти с миром. Поэтому я благодарен за свою жизнь, за то, что я здоров и что моя дочка не получила сильную травму. Ее поранило буквально на пару миллиметров. Поэтому, парни, когда мы думаем о проблемах, то они по сути являются небольшими деталями большой схемы. Я однажды слышал фразу, что боль разоблачает. И это напоминает мне книгу «Преграда. Это и есть путь» Райана Холидея. Это отличная книга. В ней рассказывается о том, как вызовы и преграды делают нас сильней. И в этом есть смысл. Взять, например, тренировки. Мы становимся сильнее, когда добавляем веса на штангу, а не когда работаем с комфортным весом или на количество повторений. Да, в этом есть польза, но настоящие результаты развития мышц происходят, когда мы берем тяжелый вес и преодолеваем себя. Если провести параллельно нас, то это разоблачение болью. Это было зависимостью только от одного источника дохода – реклама. Нам нужно диверсифицировать. Когда-то мы были сильны в информационных продуктах, но затем мы прикрыли это дело. Мы снова начинаем развиваться в этом направлении. Есть одна вещь, в которой я хорош и хочу это показать. Я не зацикливаюсь на проблемах. У меня заняло 30 минут, чтобы написать все проблемы за последние 30 дней. И я понял, что продолжаю идти дальше, даже когда мои солнцезащитные очки поцарапались. Я уже об этом забыл и снова начал их носить. Я также стараюсь вести счеты положительных моментов. Да, у нас есть регресс, но есть и положительные моменты. Даже этот курятник, на который я потратил кучу времени. Я делал его со своим сыном, так что это было хорошее времяпровождение отца с сыном. Мы провели много времени, и он научился многому. Так что я горжусь тем, что он сделал. Моя другая компания, Вайтамен, вы, наверное, уже слышали о ней от меня. Мы продолжили повышать прибыль каждый месяц. И как бы за последнее время это то, чем я могу гордиться. Господа, теперь ваша очередь. Хочу услышать от вас в комментариях, как вы справлялись с регрессом последние дни. Какие можете дать советы, ну или просто вы хотите расставить все по полочкам. Вот что с вами произошло, это были проблемы, а вот чем вы можете гордиться. Потому что, мне кажется, очень важно смотреть на картину в целом. Да, может быть у вас получилось сделать пару шагов назад, как это вышло у меня. Но в любом случае есть прогресс. Я думаю, что это важно, учитывая эти вещи. Делиться с тем, что у нас накопилось. С другими, с друзьями, нашими проигрышами и победами. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.